Дорогие друзья, дорогие подписчики, всем привет! Это Игорь. Сегодня мы хотим показать вам историю моей любимой собаки Евы. Это мой авторский ролик для канала спасения бездомных животных. Будут, конечно, и другие истории спасения про всех моих собачек. Про Пышу, про Жулю, про мою группу поддержку Дениса Слелёчей и про других собачек на улице. Там у нас весёлая собачка рыжая, которую вы видели. Значит, орликинка. Много красивых и хороших собак. На каждой есть отдельный материал. Вот щеночка сбитого на обочине или там подобранного или Пышу забранная с ППЖ с опущенной саркомой, бывшая хозяйскую. Про всех собачек есть история. И она будет скоро на канале. Да вот я еду домой после клиники. Ну, в магазин ездил собакам, закупал корм, группы там всевозможные. Еду с группой поддержки, как всегда. Вот. Рассказать историю одной собаки. Я ехал с ППЖ, забирал очередных собак, которых там требовалось помощь, спасти. И там дорога в конце выходит от ППЖ, такая просёвочная, разбитая. И ППЖ на отшибе стоит. И за мной увязалась собака такая, подросток такой, неказистый, как гадкий утёнок. Лапы длинные, сама несуразная. Короче, как вот бывают девушки до определённого возраста. Такие прям коленки наизнанку, ноги длинные, кривые. А потом превращается в белого лебедя. Вот эта собака, где-то на середине, откуда она там взялась из кустов, увязалась и бежит за мной, бежит, бежит, бежит. Ну, я там ехал не спеша по кочкам. И то с одной стороны, то с другой. И получается, выезжаю уже на главную. Но тут уже движение машины, она и под машину чуть не попала. Тут ездят самосвалы всевозможные, которые вообще не тормозят. Ну, и думаю, тут беда случится. Тут зеленстроя пришлось остановиться. Эта собака лезет ко мне и лезет. То ли она почувствовала что-то. Думаю, льдайка остановился. Иди сюда, иди. Иди сюда, иди сюда. Не снимаю. Глаз подбитый, иди сюда. Она молчком в каком-то драном ошейнике, бывшая хозяйская или хозяйская, заскочила ко мне в автобус. Ну, заскочила, думаю, ладно. Смотрю, что-то у него с глазом непонятно. Думаю, ладно. Развернулся там, хотел в магазин поехать, поехал домой. Привез, у меня будка была свободная, посадил ее. Потом думаю, пойду посмотрю. Посмотрел, а у нее глаза одного нет. Он как бы века закрылась, морда вся такая в кровяной пене. Ну, непонятно. Я приоткрыл, вроде как бы глаз есть, но куда-то он туда далеко ушел, в череп. Я снял видео. Люди чей? Глаз поврежден. Требуется помощь ветеринарная. Бегал в районе Чеченка, ППЖ. Уши купированные. Хвост купированный. Худой, как скелет. Одни ребра. Вот. Крупный. Парень молодой. Хороший. Контактный. Иди сюда. Иди, мой. Иди сюда. Иди ко мне. Ищем старых и новых хозяев. Хороший мальчик. Хороший мальчик. Попросил волонтеров там группу опубликовать, что вот прибилась собака. Просьба там хозяев, там, если чего, обращаться по моему номеру. И тут же снял видео. Я отправил в клинику, в Дарвину. Хорошую клинику. Врачу посмотреть. А мне оттуда приходит ответ. Да нет проблем. Это обычный завороток века. Лечится 30 минут операция. И собака будет здорова. Я говорю, да ну как так? Вот так. Я тут же буквально, по-моему, машину поменял, уже не помню. Это было давно. Это было чуть больше года назад. Вот как раз в этих числах. Там 13-15. Ну, точнее, это было осенью. А все беды там случались. Вот как раз год будет 15 ноября. Как случалось там вторая беда там. В общем, я попросил убрать пост. В том плане, что собака, у нее обрезаны уши, подолобая обрезан хвост. А врач сказала, говорит, обычный завороток века лечится в щенячьем возрасте. Хирургическим вмешательством операция там недорогая. Длится там несколько минут. И я так понял, что что-то хозяин какой-то конкретный. Отрезать уши хвост, значит, они сумели. Дальше собаке практически 7-8 месяцев. Дальше дело не пошло. Я, говорю, попросил убрать пост. И тут же пересел в другую машину, загрузил ее и поехал на операцию. Собака все это время была слепая на один глаз. И у нее уже не кровь, а кровяная какая-то сукровица, пена. И окраска у нее на морде. Несколько месяцев не проходило. Хотя после операции это надо было видеть. Она сидела 2 дня на будке и смотрела на небо двумя глазами. Не верилась. И глаз оттуда вышел. И она 2 дня сидела, смотрела в небо. Не могла понять, как так. Так все хорошо видно. И кличка как-то ей сразу. Я сначала вообще думал, что это кобелек такой рослый, масластый. Оказалась девочка. И вот глаз мы вылечили, ходили в воротничке. Но случилась другая беда. Врач тоже объяснил. Говорит, это из-за неправильного питания. Собака питалась кусками, а то и вообще не питалась. Как только она начала полноценно питаться, хорошо и жадно, у нее случился завороток кишок, инвагинация там по-ихнему. Срочно мы еще не могли определить. Глотали барий, там что только мы не делали. Ну и капали до этого за отказ от еды. Ну, в общем, одна клиника сказала, срочно вези, иначе потеряешь собаку с рта. Уже стало плохо пахнуть. И мы ее срочно прооперировали. Удалили часть кишки. 10 дней, ну 6 дней сухая голодовка, ни воды, ни еды. И только наш седьмой день немножко водички. А так каждый день капельницы, капельницы для поддержания организма. Назвали мы ее Евой, Евочка. Евочка весила 19 килограмм. И плюс такие испытания. Ну, прошли мы все, клеточное содержание, бандажи. И все пошло на поправочку. Зашили. Радоваться ребенок начал. Но через, ровно через месяц, 15 ноября, как сейчас помню. Первая операция, по-моему, была 27 октября 2019 года. 15 ноября филса рецидив, чего мы и боялись. Врач кишочки не прихватила ниточками, как плессированную юбочку. И у нее опять отказ от еды. Опять кишка в кишку. Все по новой. Повторная операция. В общем, собака перенесла три наркоза. И я из-за этого боялся. Наркоз всегда отрывает здоровье у собак. И у людей, и у собак. И я не стал стерилить ее. Вот буквально 10 числа, два дня назад, девушка у меня проявила характер низкой социальной ответственностью. Начала приставать к паренькам, которые тут на временной передержке. И я повез ее в хорошую клинику. Сделали ей косметический шов. Я все переживал, что что-то на два дня плохо нос воротило от еды. Думаю, не дай бог, что повредили. Но вроде все обошлось. И кушать сегодня утром начала. По чуть-чуть, по чуть-чуть. А то прямо это моя самая любимая. Ну, у меня все любимые. Ну, это самая такая, которой досталась прям, ну, просто трэш. Просто и такая вымахала красавица ее. И прямо лебедь. Ногастый такой, красивый. Приятно пахнущая такая собака степенная. И характер такой у нее. Ну, ревнует, конечно, отсекает там. Но у меня все собачки любимые. Все спасенные. Нету таких собак, которых бы я просто там поехал там с какого-то помета взял там. Все собаки спасенные с помоечек, со свалочек, сбитые, раненые, бывшие волонтерские, которых пришлось забирать, потому что, ну, в перспективе их ждало неблагоприятное пристройство. Их по нескольку раз выбрасывали. Они попадали в ДТП. Полная ограда у меня тут с титанами в лапах. И каких только нету. Ну, и без хвостов, и прочее, прочее. Это те собаки, которых я не хочу отдавать. Пусть мне будет тяжело, но это собаки мои. Я всегда с ними поделюсь последним. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...